39-летний Олег Царев считается смотрящим от партии регионов на Днепропетровщине. Он контролирует большинство в городском и областном советах, активно лоббирует принятие выгодных для регионалов решений, всячески способствует укоренению донецкого бизнеса на Днепропетровской земле. Многим и невдомек, что тот лишенный сантиментов политик, в юности мечтал стать ученым и даже сделал первый шаг в этом направлении. Из досье «Губернский хроник» Царев Олег Анатольевич, родился в Днепропетровске. В 1992 году закончился кличем престижный МИФИ – Московский инженерно-физический институт. Но по специальности поработал всего год. Гиперинфляцию встретил на посту директора одной из трастовых компаний, куда местные Лени Голубковы дружно несли свои сбережения. Вырученное средство вложил в приобретение акции. К 2002 году стал председателем наблюдательных советов двух хлебозаводов и Днепропетровской бумажной фабрики. В 2002 году Олег Царев победил на парламентских выборах в знаменитом 40-м округе. Эта прикормленная территория оказалась вакантной после того, как ее хозяин Павел Иванович Лазаренко угодил в американскую тюрьму. Первое время в Верховной Раде молодой депутат проявлял чудеса работоспособности. Он лично подал десятки законопроектов, был признан самым активным законодателем о Днепропетровской области. Но когда депутатов стали избирать в составе партии, как котов в мешке, Царева словно подменили. Именно в ту пору его назначили председателем Днепропетровского областного объединения партии регионов. И случилось чудо. За считанные месяцы нардеп-трудоголик переродился в полукриминального авторитета. Впрочем, тяга к криминалу появилась у Царева несколькими годами раньше. О его афере с бумажной фабрикой легенды ходят. В 2005 году он, как председатель наблюдательного совета, выдал векселя себе от имени предприятия. В результате собственники блокирующего 30-процентного пакета акций остались с носом. А Олег Анатольевич отхватил бумажную фабрику в единоличное владение. За долги перед самим собой. Депутатский мандат он тоже использовал для лоббирования своих бизнес-интересов. Так, в 2003 году Олег Царев стал инициатором введения 25-процентной пошлины на импорт офисной бумаги формата А4 для принтеров, без которой немыслимо современная деловая жизнь. Надо ли говорить, что перед этим его персональная бумажная фабрика обзавелась тонком для резки такой бумаги. Пошлина сделала предприятие Царева монополистом, ведь импортировать бумагу стало невыгодно. В последствии Олег Анатольевич регулярно переписывал законы под свои интересы. И даже поговаривают. Обзавел с оборудованием для производства туалетной бумаги под льготы для книгопечатания. Причем лоббировал себя Царев сам, вопреки распространенной практике, когда интересы заказчика маскируются другими депутатами. В 2006-м Царев лично руководил штурмом здания областного совета, в ходе которого власть в этом органе захватили регионалы с лазеренковцами. Аналогичный по содержанию переворот произошел и в городском совете. С тех пор Олег Царев и забросил законотворчество. С 2006-го года он подал лишь один законопроект и две поправки. За минувшие три года в Верховной Раде он выступил всего три раза. Общая продолжительность его выступления составила аж 4 минуты 48 секунд. Резкая переориентация Царева объясняется просто. Во-первых, теперь выбирает не его, а партию регионов, а значит нет смысла тратить силы. А во-вторых, спекуляция с земельными участками в родном городе по доходности затмила и бумажную фабрику и хлебозаводы. Именно этот вид криминального бизнеса, как утверждают наши источники, и удерживает Олега Царева на исторической родине в ущерб парламентской деятельности. Царев частый гость на сессиях областного и городского совета, особенно при решении земельных вопросов. А в его отсутствии процесс контролируют младшие братья нардепа. Тоже депутаты, только местные. Правда, опыт их публичной работы оказался настолько неудачным, что, говорят, старшой запретил им исполнять роли спикеров. Зачем этот кипиш? Зачем эта движуха непонятная? То есть некоторые депутаты просто, ну, блин. при чутком лидерстве Олега Царева партия регионов только в этом году оскандалилась на всю Украину с инсулиновой аферой на 10 миллионов гривен и попыткой кражи полутора миллионов гривен под несуществующий ремонт областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Подобного прецедента, когда воруют у диабетиков, среди которых много детей и больных СПИДом, в области, да, пожалуй, во всей Украине еще не было. Впрочем, основным источником доходов гурсоветовского большинства под началом Олега Царева стала налаженная система приватизации земли на подставных лиц с последующей ее перепродажей. И все бы хорошо, догрянул кризис и оказалось, что застройщики не готовы больше кормить разжиревших хозяев горсовета. К этому времени легальная часть бизнеса Олега Царева стала испытывать серьезные финансовые трудности. Его бумажная фабрика погрязла в долгах, а коррупционные потоки от махинации с землей Донарде придумал аферу, повергшую в шок даже видавших виды однопартийцев. Он и близкая ему по духу Ина Рудкевич, депутат горсовета от блока не так, разработали проект создания коммунального предприятия «Мисский ярмарок». Повод, на первый взгляд, благой. Через новое предприятие узаконить стихийные рынки, оформив их в виде временных ярмарок. Дескать, кризис в стране, надо же нелегальным торговцам как-то выживать. Но депутаты быстро раскусили подвох. По их мнению, «Мисский ярмарок» не что иное, как рычаг для перераспределения финансовых потоков в пользу руководителей депутатского большинства. Крышевать нелегалов значит ставить подножку официальным торговым предприятиям, наполняющим за счет рыночного сбора городской бюджет. Под видом борьбы со стихийной торговлей сейчас создаются непонятные коммунальные предприятия с единственной только целью раздербанить остатки бюджета, полностью разрушить бизнес-структуры, которые работают, которые зарегистрированы, которые обслуживают людей. Любопытно, что сердобольные авторы идеи озаботились созданием особых условий для нелегалов в то время, как из-за кризиса сократилось число профессиональных торговцев и дефицита оборудованных торговых мест в городе давно нет. На рынках города достаточно пустых мест, чтобы объединить всех желающих торговать, чтобы устраивать ярмарки на территориях крупных предприятий. Истинные цели лоббистов новой структуры становятся понятнее, если вчитаться в проект устава. Минский ярмарок по замыслу его создателей вправе заниматься всем, чем угодно, вопреки действующему законодательству. Предусмотрены такие функции, которые свойственны возможно только лишь правоохранительным органам, как, например, очистка территории этих ярмарков от малых архитектурных форм. Предусмотрено еще и то, что они имеют право продавать конфискованное и бесхозное имущество. Но главная цель – попытка решить личный бизнес-вопрос за бюджетный счет. образование коммунального предприятия Минский ярмарок будет иметь целью выкачку денег из местного бюджета, поскольку уже проектом устава предусмотрено образование уставного фонда предприятия в размере 300 тысяч гривен. Выводы специалистов неутешительны. Если городской торговлей начнет заправлять так называемые Минский ярмарок, возвратятся незабвенные 90-е, когда дикие базары душили весь город вплоть до Центрального проспекта. Кстати, крышевала весь этот беспредел под эгидой благотворительного фонда Екатерина Слав та самая Инна Рудкевич, которая сейчас пытается пропихнуть через сессию Горсовета проект Минского ярмарка. Если Днепропетровск лишили евро 2012, то это еще не повод, чтобы плодить в нем антисанитарию. На стихийном рынке нет контроля. Мы целый день работаем с 5 утра до 5 вечера. Мы в любое время выходим, в любое время кто не пришел бы, эта продукция будет проверена. Стихийный рынок этого никогда нельзя сделать. К счастью, депутаты, в том числе часть регионалов, на июньской сессии в третий раз подряд провалили проект решения о создании Минского ярмарка. И хотя на словах за новую структуру ратуют, как правило, подставные люди, ни у кого не возникает сомнений, кто истинный автор бредовой идеи. Олег Сырев хоть и является депутатом Верховного Совета, но тем не менее является координатором фракции партии регионов в нашем городском совете и подспудно руководит всеми вот этими подпольными течениями. Впрочем, провал аферы с проектом Минский ярмарок не первая неудача Царева. За последние месяцы его влияние в Горсовете резко уменьшилось в пользу Загида Краснова, соратника по большинству и серьезного конкурента на грядущих выборах. Если брать волевые качества, то, безусловно, ну, не в обиду Цареву будет сказано рядом с Загидом, но это как млекопитающий рядом с Хищником. Здорово сдал позиции Олег Царевы среди избирателей, которые уже называют его туристом, лишь временно попавшим во власть. Как известно, у большинства украинских новоришей от бизнеса и политики есть одна общая черта. Нажив состояние, удовлетворив политические амбиции, они начинают делиться с народом. Кто церковь строит, кто стадион, а кто улицы ремонтирует. У всех свои резоны. Одни старые грехи замаливают, другие просто устали жить в разрухе. А у Царева подобные потребности просто атрофированы. Он сумел украсть кусок берега для своей загородной хатынки, но так и не научился делиться с теми, кого обобрал. Эдакий капиталист с нечеловеческим лицом.